всем привет вот такой вот с гербеста приехал квадрик это фуриби firedancer и давайте посмотрим что у него в комплекте и так здесь у нас два комплекта бестолковых пропов судя по всему 5048 я на таких летать вам абсолютно не советую по той причине что они твердые и при крашах будут гнуть вам моторы инструкция к нашему gt215 антенна типа пагода 2 неплохо гайки для пропов карбоновый ключик ну и в общем-то сам квадрокоптер и так друзья посмотрим на него внимательно моторы r2306 на 2400 киви прикольно выглядят не знаю чья это копия я таких моторов ранее не видел блин очень неплохие подшипники я удивлен нанемовские моторы а звучат очень и очень хорошо регулятор 35 амперный 4 в одном полетник умни баса в 4 с osd видеопередатчик регулируемый 25-600 милливатт антенна на разъеме и соответственно антенку нужно будет закрепить вот здесь внутри вижу пищалочку и приемничек под fr sky камера очередная копия яченовская си 800 и характеристиках написано что матрица на сисе иди но это неправильно матрица здесь simos и вот там вот внутри видно маленький джойстик который управляет камерой но по крайней мере линза здесь неплохая 21 миллиметра и конечно же здесь есть виде р что не нравится в данном сутопе так это то что гаечки используются стальные и вес каждый такой гайки около двух играм если их заменить на алюминиевые вы можете сэкономить практически по полтора грамма на каждой гайке не забываем устанавливать антенку потому что без антенны видеопередатчик долго не продержится далее друзья мое мнение по данной сборке антенна достаточно твердо и я считаю что она будет ломаться рама здесь неплохо укреплена и в этом месте никаких претензий меня к ней нет но сама антенна будет при крашах ломаться это факт поэтому антенки нужно будет брать запасные возможно взять с того же бангуда реалаков скую копию как это там она называется игра вообще нет ножки она прикручивается на сам разъем и тогда все будет в порядке или просто набрать запасных антенн когда же кстати вижу что антенка уже сейчас шатается хотя закручена достаточно неплохо но возможно нужно будет воспользоваться плоскоррупцией потому что вижу что антенна вращается провода от моторов идут так сказать с минной кожи это неплохо но обязательно нужно будет их закрепить изолентой или хомутами потому что они никак завода не закреплены и мне это не нравится компоновка уклада абсолютно стандартная и в принципе сюда наверх без проблем устанавливается hd камера но угол здесь порядка 20 на 25 градусов то есть для моих задач этого угла маловато но никто вам не мешает использовать какой-то дополнительный угол и установить заранее напечатанное такое крепление допустим для foxer box и получить тот угол который вам нужен давайте посмотрим на вес квадрика он составляет 312 грамм без пропеллеров с тяжелыми гайками добавляем в комплект 4 обычных геповских пропеллеров на которых я и собираюсь летать и мы получаем неплохие 328 грамм это отличный результат как для в общем-то собранного и относительно недорогого квадрокоптера напомню его стоимость составляет всего 159 долларов и вполне реально что это будет новый хит но нужно будет на нем конечно же полетать в инструкции ничего особо интересного я здесь не вижу регулятор 4 в одном bell heli s не 32 полетничек f4 самый обычный мне бас и это отличная гера 6000 то есть не будет никаких проблем с вибрацией переключаемый видеогридатчик с 25 на 600 миллиард я советую использовать 200 600 если вы уверены в том что он будет хорошо охлаждаться линза 21 миллиметра камера 960 h и имидж сенсор ccd но это не так я уже об этом сказал есть способы бинда здесь указанный приемничек вижу в режиме d8 для форска ничего плохого в этом не вижу единственное что где у него антенна антенна проходит где-то далеко внутри рамы поэтому обязательно нужно будет антенку предварительно вывести наверх и тогда можно будет летать вот такую картинку я вижу достаточно неплохого угол обзора здесь есть вся нужна мне информация на оси единственно что я все эти показатели сдвинул вниз но по крайней мере меня радует что оси настроена также вижу есть автогоризонт который я буду отключать чтобы он не занимал лишнее место на экране ну а камера в общем-то меня радует и как вы видите ведер у нее есть и это главное и также друзья обратите внимание на задней панели находится управляемость светодиодный модуль и можно будет задать любой цвет самостоятельно и конечно же внутри рамы я услышал и увидел наличие пищалки сейчас займусь настройкой этого квадрокоптера и переходим к полетам погнали и так друзья я на летной позиции сейчас мы облетаем данный квадрокоптер но я вам сразу скажу что это уже второй его тест первого теста по факту не было потому что я взлетел чтобы проверить свои настройки и у коптера переключился самостоятельно видеоканал как оказалось здесь есть такая вот фишечка что если вы на аппаратуре управления включаете второй канал у меня на нем пищалка то к этому же приемнику от квадрокоптера подключен в общем-то видео передатчик и эта функция как раз управление вторым каналом завязана на смену каналов соответственно видео передатчика в общем я эти провода откусил и сейчас никаких самопроизвольных смен канала нет но есть все равно другая проблема друзья у меня после того краша в снег перестала работать стоковая камера поэтому я поставил свою надеюсь что эта камера не сгорит и и что еще сделал установил я конденсатор сюда 470 на 25 или 35 вольт но это не совсем решила проблему а проблема собственно в том что как обычно у квадрика трется об карбон или точнее даже не трется а конкретно сидит на карбоне антенна и соответственно минус у нас на карбоне и если откуда-то будет приходить плюс тоже будут дополнительные проблемы помехи а плюс у нас точно откуда-то приходит примерно 3-4 килоома плюс на карбоне тоже есть в общем сейчас вы сами все это увидите какой тест получится я не знаю поэтому давайте пробовать включил запись на очках и погнали ну такие вот помехи я вижу сейчас это маленькие точечки плюс моргает сильно о сди это говорит о том что у квадрика есть проблемы с питанием и по факту надо с ним разбираться я немножко вечером вчера посидел с данным квадом на столе плюс приходит с двух частей с видеопередатчика из полетного контроллера как так и не умудрились подключить я не знаю в общем если отключить видеопередатчик или хотя бы убрать его антенну с карбона все эти помехи точечки пропадают ну ладно я думаю что с этим можно разобраться но с другой стороны новичок это явно сам не сделает как летает квадрик в общем-то с теми пидами которые я вкинул и 100 версия бета fly которая по моему туда же в стоке 320 стоит более-менее нормально летит и каких-то конкретных вот видео помех нет я активировал только 200 милливаттный режим здесь есть еще 600 но принципе я вижу что и 200 очки вполне хватает как таковых видео помех я не вижу но такие смешные точки по экрану идут и с этим конечно ничего не сделаешь не буду сильно далеко улетать потому что стоковый приемник у квада маленький с маленькой антеннкой в режиме ди 8 соответственно как бы большой дальностью он не обладает но попробую немножко сейчас пролететься быстрее я наверно камеру конечно недостаточно вверх поднял в общем-то квад звучит регули на 35 ампер стоят скорее всего это rsr старчики 35 амперная и моторчики 2306 2 400 киви неизвестного мне производителя конечно же какая-то копия но в общем-то квад себя ведет достаточно неплохо в реальном полете так что вам еще интересного сказать жалко не получилось камеру потестить но это обычно по факту и чен си 800 ти почему она дала концы я не знаю я снял крышку там ничего паленого нет но она молчит питается камера от 5 вольт то есть как бы странно видеопередача кстати напрямую от аккумулятора питается поэтому я и повесил конденсатор на те же контакты где запитан виде передатчики немножко точек меньше как бы стала после установки конденсатора но вот странно что камера откинулась от падения снег снега практически не было квад был сухой он работал после этого но камера уже молчала но немножко дальше попробую отлететь не знаю что получится из этого а нормально принципе по помехам и связь там тоже через деревья не пропала проверим зато какое будет реально полетное время от в режиме такого лайта я бы сказал то есть я сильно не навалю потому что линза меня по моему два с половиной миллиметра и она недостаточно на камере соответственно линза недостаточно камера поднята вверх для того чтобы можно было летать быстро но вот это файл сейф файл сейфа вот вам и все друзья непонятно почему но пошли за квадом так вот наш квад лежит почему он так себя повел мне непонятно вот абсолютно та же ситуация как была в прошлый раз немножко намотала здесь травы попробую заармить это странно вроде как работает давайте вернемся назад итак друзья попытка номер два все тот же аккумулятор я даже питание не отключал попробую взлететь еще раз раз я далеко не буду отлетать странно все работает на самом деле все те же точечки на экране почему он это сделал был ли это файл сейф ну скорее всего конечно файл сейф да у меня на это локации тоже квады файл сейф от ну не так чтобы прям вот я до сюда вода летел сколько здесь метров 30 наверное может быть метров 35 максимум и здесь я поймал файл сейф ну это конечно жесть не люблю эти мелкие приемнички с режимом d8 потому что связь у них отвратительно и они годятся только для мелкошей а вот такой вот 200 квад бить об землю из-за файл сейфа приемника конечно как-то ну совсем не хочется все у меня пищал очки уже там попискивает но буду еще долетовать аккумулятор чтобы проверить честное полетное время 14 и 1 вольт еще вот перед вами повешу посмотрим камеру конечно забрал в этот раз повыше но что-то принципе вижу в общем-то по полету как бы каких-то сильных претензий меня к воду нет он нормально летает и тяга вроде как есть но вот компоновки видеосистемы у меня реальная претензии все 13 8 думал пора садиться неужели я даже попал на взлетка при том что я абсолютно не видел подходим к выводу по кваду не включая питание полетное время получилось достаточно прилично минут на раз 6 он налетал давайте поговорим о железе значит стоковая камера си 800 те она в общем-то достаточно неплохо хотя она как ни крути сделано по технологии цмоз хоть и пишет там си сиди но это все-таки смаз и с этим ничего не поделать не плохо работает там есть некий аналог видер но все-таки цзадашка работает лучше видеопередатчик прикольный отлично себя ведет в режиме 200 милливатт а думаю что в режиме 600 милливатт было бы еще лучше есть также видеопередатчика возможность управляться с помощью подключения контакта sbass я эти контакты из разъема вытащил вот они вот здесь вот с правой стороны были соответственно мне эта функция абсолютно не нужна потому что здесь вот легко доступны обе кнопки мощности каналов и светодиоды тоже выведенные в этот угол и видно в общем то хорошо какой канал стоит изначально подсветочка есть но я ее отключил чтобы не мешало потому что провода здесь не силиконовая я пока разбирал квад для проверки замены камеры соответственно все эти провода у меня успешно отвалились регулятор смахивает на рев 35 версии соответственно от производителя racer star вроде как нормально абсолютно регулятор и моторчики 2306 2 400 киви со средними конечно подшипниками не горю что они сильно плохие но какой-то из моторчиков по шумоподшипника у меня не совсем устраивал антенка вроде как и погода но опять же друзья смотрите есть вот такой вот просчет у меня сейчас со всей дури закручен разъем но антенка здесь крутится в любой из сторон вот примерно вот таким вот образом такого соответственно тоже быть не должно и особо ты антенку сильнее и не накрутишь потому что там уже до предела накручена гайка в общем квад однозначно в стоке требует каких-то доработок у него неплохая цена 159 долларов но я считаю что производитель не совсем нормально с ним поработал и однозначно его можно было как-то собрать и настроить лучше причина кстати файл сейва вот антенка маленькая от приемничка d8 я выносил вверх но видимо может быть она сама туда себя направила она практически не торчала за пределы рамы из-за этого собственно и произошел этот самый файл сейф кстати еще по поводу видеопередатчика скажу прикольно этот новый для меня разъем вот так вот можно вытащить оттуда соответственно пиктейл это хвостик с разъемом на конце и без проблем вы можете его поменять не помню как он называется на букву м но однозначно разъем прикольный и думаю что за такими разъемами будущее всем спасибо за внимание друзья с вами был евгений канал за best review с обзором firestormer а или как-то так квадрокоптера с гербест путаю его название но на самом деле я по крайней мере рад что он реально не загорелся у меня потому что название у него специфическая ссылочка на покупку в описании и как обычно задавайте свои вопросы в комментариях группе в контакте в фейсбуке и моем эрсе чате в telegram увидимся в новых видео друзья до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok